Сегодня, днем 6 апреля, вслед за санитарной обработкой территории массового скопления граждан, пришел черед дезинфекции и подъездов многоквартирных домов. Специалисты сервисной коммунальной компании совместно с подрядной организацией планируют в течение ближайших дней обработать подъезды всех домов, состоящих на балансе ООСКК. На балансе сервисной коммунальной компании находится 240 многоквартирных домов или 599 подъездов. Заключили мы договор с специализированной организацией, имеющей право деятельности, лицензионные предприятия города Самары. Обещают нам в течение двух с половиной дней обработать все многоквартирные дома, находящиеся в ведении нашей коммунальной компании. В состав дезинфицирующей смеси входит гипохлорид натрия. Все препараты рекомендованы Роспотребнадзором, а концентрация смеси не несет вреда человеку, но губительно для вирусов. Жильцы к таким профилактическим мероприятиям относятся спокойно, с пониманием. Нам позвонили в пятницу, уже полшестого где-то, что будет понедельник, с понедельника, с шестого по восьмой будут обрабатываться подъезды. Жильцов поповестили? Да. Вешало вот объявление, висят на подъездах. Положительно относимся. В составе используется гипохлорид натрия. Это, в принципе, хлоросодержащие жидкости. Это с концентрацией не более 0,5% по активному хлору. Она абсолютно для человека безвредна, для животных, кошек, собак безвредна. Граждане были оповещены заранее. Любопытных глаз, как говорится, практически не было. В целом, обработка подъездов одного пятиэтажного дома у одной бригады занимает 15-20 минут. По словам Андрея Полоумова, по окончании работы в домах на балансе будет произведена дезинфекция и в других многоквартирных домах. Сегодня буквально с руководителем данной Саварской организации были также оформлены дополнительные договора на 64 многоквартирных дома, которые не входят в управление, деятельность сервисной коммунальной компании. Это в основном те дома, которые по веткам аварийного нового еще не приняты. И, безусловно, те дома, это, как мы говорим, бывшие совхозы, многоквартирные двухэтажные дома. Ну, в общей сложности где-то и по времени это займет буквально дня четыре. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».